Всем привет! Сегодня моё видео посвящено тому, как самостоятельно провести апгрейд механических автоматов. Для этого мы подготовили набор комплектующих для самостоятельного монтажа. В качестве примера для наглядного пособия я выбрал автомат «Ивленник». Это могут быть и другие автоматы, принципиального различия нет. Изменятся некоторые размеры и формы компонентов. Но суть останется одна. На стойку вставим короб. Для этого предусмотрены монтажные отверстия с двух сторон. И на короб уже монтируем автоматы. В коробе для автоматов уже смонтирован терминал, контроллер, плата коммутации, блок питания и водная вилка. Компоненты устанавливаем механический автомат. Кнопки вместо монетников, электромоторчики для дозаторов, оптические датчики, лоток выдачи товара, соединительные провода, пакет с метизами и сетевой шнур. А теперь давайте я переберу с цеха и покажу, как это все установить. Чтобы поставить сюда моторчик, нужно просверлить отверстие для шестерни. Примерно вот в этом месте. Глубина его 20 мм. По ширине 40 мм. Этого достаточно. Каждый сам для себя решает, как он это будет делать. Каким инструментом. Ножовочкой по металлу, болгарочкой. Все зависит от наличия инструмента и мастерства в пользовании. Я вам покажу, как делаю это я. Примерно. 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 так устанавливаем моторчик вот так установить нам нужно срезать ребро жесткости достаточно пройтись острым ножом несколько раз так примеряемся все нормально вставляем дозатор примеряем установку мотора таким образом чтобы шестерня у нас не задевала края прорезанного окна далее сама маленькая шестерня не должна прям плотно прилегать к дозатору надо оставить зазорчик между ними хотя бы миллиметр-полтора отмечаем будущее отверстие кернем шилом того чтобы наше сверло не убежала вынимаем дозатор можно пройти сначала тонким сверлом а а а а а а а а проверяем позиционирование все отлично ошибок нет теперь отверстие нужно обработать зенкером комплекте у нас тут 4 винта 4 шайбы 4 граверные шайбы шайбы 4 гайки плоскую шайбу граверную шайбу гайку шляпки винтов у нас должны быть вровень с дном дозатора чтобы капсула скользила и не цеплялась за винты мотор установлен теперь ставим дозатор на место дозатор должен свободно болтаться то есть еще раз шестерня не должна прижимать дозатор для того чтобы он не терся об этот край и не изнашивался центр далее нам лоток выдачи капсул нужно установить датчик ставится он вот в этом положении для этого в комплекте будет идти вот такой трафарет чтобы установить нам датчик выдачи товара нам понадобится сверло на 2 миллиметра полтора сверло на три с половиной сверло на 5 миллиметров и сверло на 66 половиной миллиметров размечаем отверстия для установки крепежа нам достаточно двух отверстий мы сверли сверлом на три с половиной для установки оптических датчиков датчики наши провалились нам нужно прострелить сверло 6 половиной теперь еще на обратной стороне мы сверлим одно отверстие для инфракрасного излучателя сверлим сверлим сверлом на 5 комплекте тут метиза шайбу гаечку 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 гаечка Продолжение следует... В противоположную сторону ставим инфракрасный излучатель и соединяем штатный разъем. Для того, чтобы датчик во время эксплуатации не выпал из своего места, можно его проклеить. Например, с супер-клеем. Одной капельки достаточно. Все, датчик у нас установлен. Теперь нам надо установить кнопку. Кнопка ставится в штатное место монетоприемника. Но прежде чем ее поставить, я вам покажу, как эта кнопка устроена. Разбирается она вот таким образом. Нужно отстегнуть саму кнопку, сам микрик. Отстегивается она таким образом. Нужно повернуть против часовой стрелки на градусов 15-20 и вынуть. Все. Отжимаем два устика кнопки вовнутрь и выдавливаем ее. Колпачок снимается. Здесь такой светорассеивающий элемент. На него можно наклеить стикер с ценником. Или вставить просто бумагу. Но ее надо зафиксировать. Иначе в процессе эксплуатации она начнет у вас поворачиваться, если она не будет зафиксирована на светоотражателе. Собираем все в обратном порядке. Вставляем саму кнопочку, также под углом и поворачиваем в исходное положение. Все. Далее, теперь, чтобы вставить ее в штатное место, немножечко распускаем гайку. Вставляем и ее фиксируем. Таким образом, мы зажимаем кнопку в своем штатном месте. Разъем. Соединяем. Все. Теперь этот элемент, панель лицевая, готова к установке в автомат. Ставим дозатор. На свое штатное место. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вставим лицевую панель автомата с установленной ранее кнопкой датчика. Соединяем наш провод. Он должен быть заведен за шпильку с правой стороны. То же самое с проводом рита двигателя. Вставляем его в один из этих двух разъемов. Разницы между ними нет. Продолжение следует... Теперь соединяем провода с обратной стороны нашей стойки. Отчет автоматов идет у нас справа налево. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вставляем провода в разъемы. Здесь у нас отчет идет слева направо. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вставляем до характерного щелчка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Все соединили. Можем закрывать крышку. После того, как все правильно собрали, можно подвести питание. Теперь можно приступить к настройкам терминала и личного кабинета. После завершения всех процедур настройки можем провести тестовые покупки автомата. Продолжение следует... Все автоматы готовы к работе. Можно загружать и увозить на точку. Следите за новостями. Подписывайтесь на канал. Желаю всем удачи. Пока.